Центральный универсальный музей искусства ориентирован на поддержку современного и традиционного искусства. Юрий Быков один из тех режиссеров, которые соответствуют этому формату. Сочи кинематографист приехал на встречу со зрителями. Он готов рассказать о своих нашумевших фильмах «Дурак» и «Майор». Для себя же планирует извлечь очередной урок. Отмечает подобные мероприятия определенная школа для автора. Именно таким образом можно увидеть отклик зрителей, почувствовать их эмоции. Оценил Юрий Быков и открывшуюся здесь выставку сочинских художников Кириленко. Главное, что вообще что-то происходит в культурном контексте. И это правильно, потому что люди должны потреблять культуру. И мне очень радостно, когда люди практически на альтруизме, это всегда так и бывает, такие подобные мероприятия учреждают. И я постараюсь, если в мое присутствие как-то это поддерживать, я стараюсь не отказываться и поддерживать. Проект «Футбол и вечность» – это художественная эстафета. Картины, на каждой из которых изображен футбольный мяч, уже оценили жители многих городов России и мира. Эти полотна, популяризирующие Сочи и спорт в целом, проехали от Владивостока до Рима, от Мадрида до Архангельска, от Парижа до Екатеринбурга. На курорте они были представлены в прошлом году на инвестиционном форуме. А вот именно для сочинцев выставка открылась впервые. Проект называют эстафетой не случайно. Каждый город на одной из картин оставляет автограф с пожеланиями следующему городу, принимающему экспозицию. Последнюю подпись художники привезли из Минска. Это и есть наш авторский эксклюзивный проект, эстафета художественная, которых, наверное, нет в мире больше. Только в Сочи вот такое придумали. И, значит, там подписал министр спорта Республики Беларусь эстафетное полотно, вот оно тоже здесь представлено, которое, значит, уже должно быть передано Казахстану. Цель, наверное, проекта, кроме популяризации спорта, еще объединение болельщиков, наверное, и любителей искусства. И это нам тоже где-то даже удается. Помимо картин, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу, супруги Кириленко презентуют и скульптуры на заданную тему. Одна из последних – обезьяна с мячом. Совсем скоро проект «Футбол и вечность» пополнится новой, не менее интересной работой. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.